Студия Андрей Юлиан представляет Отрицание Бога, неудовлетворенное жизнью, бондарство, отсутствие внутренней дисциплины, предпосылка к тому, чтобы испытать острые ощущения смертельного яда. Хочешь затянуться? Я хочу. Отличная травка. Разделись им на рай. Разделись. Добро и слово. Нам нужно мудрый сердце. И Моисей просил Бога, чтобы он научил. Люди не могут научиться дать этого. Только Бог может научиться человеку поступать, которая доверяется Богу. Наши життя таки самим будет кинуться. Только вопрос стоит, когда? Дети хоронят батьков. Но не батьки, а детей. И кто в этом виноват? Я знаю, кто ведет грех. Потому что человек грешил, и Божий вирог смерть. И скажите жестокий. Так. Потому что он бы не послухал людей на Бога. Бог створил людей на мне життя. Насоверчиво мало спинкувания с Богом, но люди сама отходили с Богом. Сколько в рабстве греха Гибнет каждый день, каждый час. В 2004 году наркотики употребляли 200 миллионов жителей планеты. В 2005 году от передозировки наркотиками умерли 100 тысяч россиян. Наших близких друзей Предоставим нашу жизнь Богу. Им бы слово узнать Божье Да уж поздно теперь Бог мой, Бог мой Наркомания в России продолжает молодеть. По последним данным, более 60% наркоманов, люди в возрасте от 16 до 30 лет, и почти 20% школьники. Школы и места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы, являются сегодня основными местами распространения наркотиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Положено человеку однажды умереть, а потом суд. И судимы были мертвы и сообразно с делами своими, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Теперь ты будешь гореть здесь целую вечность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Грех слаще меда, да, но последствия горьки, как полынь. И кладут эти молодые тела рядом со стариками. Раньше люди умирали не по своей воле, а от войны и голода. А сейчас молодежь сама себя убивает наркотиками, алкоголью и аморальной жизнью. Это молодые люди, которым жить бы еще и жить, стремиться к чему-то, познавать Всевышнего Творца, вести благочестивую жизнь, а после перейти к блаженным берегам рая. Но они ушли из этой жизни безвременно и бесповоротно. Их никогда больше не вернешь. Там вечный мрак и угрызение совести. За то, что не захотел стать человеком, стал низким животным и погиб на бойне у сатаны. Кошмар в том, что начинающий алкоголик или наркоман даже не догадывается, что сидящая в нем крыса нащупала свой рычаг, он аргументы выискивает, он философствует, он оправдывает свою психическую зависимость обстоятельствами жизни. Например, как не выпить, если жизнь скучна? Если родители или учителя попусту придираются? Если дождь льет, как из ведра, вот уже месяц? Если в любви не везет и прочее, прочее. Употребление наркотиков является формой протеста против ценностей традиций вероисповедуемых родителями и насаждаемых в обществе. О, скорее лечись. Ты выглядишь ужасно. Это нельзя бросить. Основной эффект наркотиков – снятие чувства боли. Но она нужна организму, как надежная охрана, информирующая об опасности для здоровья и жизни. Об этом говорят доктора. У меня нет денег. Неважно. Первый раз всегда бесплатно. Главное, что ты вернулась. Насыпаем. Дадим постоять. Подадим с улыбкой. Вот так, детка. Все ваше улыб. Забудь про все плохое. Не смотри на вино, как оно искрится в бокале. Впоследствии, как змея, оно укусит тебя, как яд аспида ужалит тебя. Урганский поселок – район дислокации крупнейших в городе торговцев наркотиками. Торговая здесь шла открыто, нагло, спокойно. Доход каждого наркоторговца-оптовика составлял около 6 тысяч долларов в день. Наркомания – преступление против человечности. Многие провели в наркотическом бреду 5-10 лет. В такие сроки суды назначают людям за тяжкие преступления. Но где же избавление? Приезжаешь в клуб, там куча знакомых. Добрых, многих и разных. И смотришь на них. Одни танцуют, другие кверху воронкой сидят. Третьи – это. Кто-то из них по-любому тебе предложит попробовать. Это вот пробь застая. Вкус химического кайфа нынче прививает как вакцину с детства. В специально организующихся сборищах они называются рок-концертами и дискотеками. Мама, мне так плохо. Ты знаешь, я попробовал наркотики. Вот наркотики только же появились, очень массово там у нас в городе. Это было на волне. Это было, кто не колется, тот лох. Он ни один наркоман не думает стать наркоманом. У них у всех одна мысль. Я умнее всех, я сильнее всех. Я все равно не как они наркоманы. Я брошу в любой момент. Это я делаю для того, чтобы сейчас кайфану, узнаю, что это такое. И буду там раз в месяц расслабиться, называется. Это как с кокеином, как с другой гадостью. Ничего подобного. Только человеку понравилось, начинает жрать, пить, колоть, нюхать. И вот я иногда покурил плану. Мне предложили, а что, дружочек, давай-ка вот есть мак. Тогда подрезались и ездили. Да, не было ни ханки, не было ничего, был мак. Ездили, подрезались без ангидрида. Уколешься? А, давай, пошло. Потому что сказали, это гораздо интереснее и приятнее. Я укололся, я обливался, как свиня, но мне понравилось. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свиня идет валяться в грязи. Не только в Сириасе. Ну, а ты тоже пробовал это? Нет, я героин только употреблял, потому что я в Москве, а в Москве это же невозможно достать. А вот здесь как раз делают смака, и поэтому больше вещь инфицирована. Они сначала делают раствор в один большой общий шприц, потом раздают, и с этого общего шприца... Я начал тянуть деньги из дома. И опять по кругу, и они уже... Покупал у цыган. Прямо здесь, возле ворот. Когда не было денег, они брали все. Кто не мог украсть или продать, работали за дозу. Строили им особняки. Как рабы. Зачем отвешивать серебро за то, что не хлеб? Заработанное за то, что не насыщает. Люди. Вот те, кто торгуют наркотиками, они торгуют смертью. Они неужели этого не понимают, что это смерть, вот эта человеческая жизнь, разве она ничего-то не стоит? Основной эффект наркотиков — снятие чувства боли и получение удовольствия. Эти мириться с наркотиками, лишь делая вид, будто оно против них. На самом деле, позволяя завладевать нашими детьми во все более нежном... «Как-то я разговаривал со школьниками», рассказывает профессор Петрович. Спросил, сколько в классе учеников. Сказали, 30. А кто из вас уже пробовал наркотики или курил травку, так они называют марихуану? Представьте, ничего не пробовали, лишь пятеро. Пять учеников из 30, из целого класса. Он не справился с ломкой. Он покончил жизнь самоубийством. Я считаю, что в его смерти, в его падении виновата только я. Больше никто в этой жизни не виноват. И я, наверное, сколько буду жить, я не смогу замолить. Как бы я ни работала, я никогда не смогу замолить этот грех. Вот вся эта проблема наркомании и наркоторговли окружена враньем. Одни врут, чтобы не работать, другие врут, чтобы зарабатывать деньги. Вот медики. Но они сами свое бессилие признают, они же все все понимают. И одному человеку, который исцеляет наркоманов за деньги, невыгодно прекращение наркомании. Я запретил тебе здесь бывать. Что ты делаешь? Балуешься марихуаной? Да, и это мне нравится. Домой. Я останусь, я хочу быть как все. Сколько можно говорить, я хочу быть как все. Вот, посмотри. Посмотри на них. Ты хочешь быть такой, как они, похожий на них? Я должна когда-то начинать, почему не сейчас? Ты сколько лет, Ирина? Колешься? Сколько? Три года колешься. А как случилось, что ты посел? Ну-ка, положи, попробуй. Ладно. Как еще зарабатываешь? Как ты это делаешь? По машинам дорожной услуги очень. Это центр реабилитации для женщин. Большинство из них бывшие проститутки. Этим ремеслом они зарабатывали на ежедневную дозу. Здесь их держат наручниках три недели. Отстегивают четыре раза в день. Никаких таблеток. Из пищи, минеральная вода и хлеб. Увы, народ грешный. Народ, опримененный беззакониями. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши. Научитесь делать добро, если будут грехи ваши, как погряные, как снег убелен. Хочется прям докричаться до всех, что путь один либо в жизнь, либо в смерть, и в смерть процентов на 90. Мало тут доживать. Я однажды это понял. Он, конечно, очень тяжело с этим боролся. Надеюсь, что как-то никогда не вернусь. Известие о том, что я болен с ПИДом, было для меня равносильно смертному приговору. Я испытал настоящий шок. Но кто в этом виноват, кроме меня самого? Хочется думать о том, что источником страшной заразы стала моя девушка, которая состояла в секте сатанистов. Наркотик пробуждает в организме некий вулкан. Если бросить, вулкан затихает. Но любое землетрясение, стресс, снова закручивает карусель. Вулкан извергается, а рука тянется к шприцу-избавителю. Ты один у родителей? Нет, две сестры еще. Младше. Они не колются. И не курят. И не нюхают. А как они относились к тому, что у них брат колется? Плохо вообще. Переживали. А у тебя не было какое-то чувство, чувство вины перед ними? Да нет, мне было наплевать на все. Лишь бы мне было хорошо. Я все, что у меня было, я все проколол. Проколоты вены, проколоты здоровье, проколоты душа. Подвалы, канализационные люки и подворот небольших городов. Прибежище для наркоманов. Как всегда одинок Незнакомкой подарит цветок Не жалея серебряных слез Свою грустную песню принес О любви, о весне О несбывшемся счастье Но я верю, все пройдет И вечный день взойдет Под музыку весны И будет жизнь Прозрачно и чиста Как детская слеза Как утренние сны Дождь Как давно мы с тобою на ты Все похоже и грусть и мечты Но тебе Не вдомек Что я был как и ты Одинок Наркотик это тупик Конец которого Смерт Более сердце Христос Рассказал О любви И о вечном спасенье Да Я знаю Все пройдет И вечный день Зайдет Под музыку весны И будет жизнь Прозрачно и чиста Как детская слеза Как утренние сны Расплевающаяся душа Разлагающаяся плоть После наркотической эйфории Терпеть Только терпеть Только терпеть Под другого Не получится Слушай У нас как крепко Странно Шов Что это снять Все у тебя с ногой Что надо делать Воски Борис Не подведи сильно Ну что Поедешь в центральный Поеду Поедешь Иначе ты умрешь А сейчас Верпло И переставлю Известно Что человек Испытывает трудности С получением удовольствия Из-за нарушения Синтеза дофамина Вещества Проводящего Импульс Между клетками Головного мозга Эти клетки Представляют собой Многомерную цепочку Названную Нейрофизиологией Дорожкой Обменного Удовольствия В этой цепочке Клеток Дофамин Является Химическим Передатчиком Нервного Импульса Алкоголь Никотин И наркотики Вызывают Повышенное Содержание Дофамина В дорожке Обменного Удовольствия Сначала Прием любого Психиактивного Вещества Увеличивает Количество Дофамина Но через Некоторое Время Результат Становится Прямо Противоположным Общий Синтез Дофамина В нервной Системе Уменьшается И чтобы Довести Его содержание В головном Мозге Хотя бы До нормы Необходим Повторный Прием Наркотика Именно Поэтому Попавшие В зависимость Начинают Прием Наркотиков Не ради Удовольствия Но для Того Чтобы Избежать Депрессии Боли И подавленности То есть Просто Для того Чтобы Чувствовать Нармально К сожалению Никакие Хирургические Вмешательства В области Дорожки Обменного Удовольствия Фактически В зоне Базальных Ядер Невозможны Я точно Так же Верил Как и вы В силу воли Вы обратились К нему Потому что Имели силу воли Обратиться Обратиться И отстать От этой Сказать честно Откровенно Я обратился К нему Именно потому Что Моей силы воли Уже не было Не было Я истратил Множество денег На врачей Я уезжал На море Меня закрывали Меня сажали В тюрьму Я сам бросал Пытался С наркотиком Начать пить водку Пытался Чем-то Другим Невозможно Как тебя зовут Меня зовут Влад Я из Гатчина Мне 21 год Трик Сидел на Героине Моей душе Очень много Изменилось Я здесь Понял Что вся моя Жизнь Которая была До этого Она просто Не имела смысла Она вела Меня только К смерти А здесь Я начал Узнавать Бога Но я вижу Ее чистой Без наркотиков Это точно Меня зовут Александр Мне 25 лет Я тоже Водку пил И наркотики Потреблял Мне рассказали Иисусе Христе Просто рассказали Так на улице Что может И Христос Помочь В трудную минуту Молись И все Я сначала Не слушал А потом Начал Собрать обои И потихоньку Начал У него молиться Просить у него Помощь И Бог Меня услышал И один прекрасный день Я встал на колени Попросил у Бога Прощения И сказал Господи Свободи Я уже просто Не могу так жить Я уже около Трех лет Я уже не потребляю Встань на колени И скажи Наркотика Нет Том радует Обличение Как в Иркотика Малыш Сам работал на шахте Четыре убора Под землей И работал Выкололся Перед тем Как на работу Надо выкололся Потому что Зависимость И вот это вот У меня Постоянный Круговорот Наркотик Работает Наркотик Работает Бросишь работу Не сможет Жить Я лично Пытался Бросать И капельницей Бежало Кровь Чистили Мне ничего Такого Не делали Все равно Надо просто Поменять Самомышление Самые взгляды На жизнь Просто Это делает Бог Я лично Я лично Я лично Я лично Привет парни Как тебя зовут Меня зовут Толя Че ты здесь делаешь? Здесь ремонтируем трактор Собрали И сейчас на ходу Сколько ты кололся? Около пяти лет Как видишь Своё будущее Вообще? Ну я думаю Что останусь здесь И буду работать здесь Помогать Так же Людям Которые нуждаются В такой же Помощи Как и я Сам когда-то Нуждался в ней Привет парни Что здесь делаем? Лестницу делаем Двухэтажку А это еще один шаг К самообеспечению Продуктами питания Это Кроличьи минифермы Которые мы стали делать Вот я здесь Отреабилитировался Живу, работаю У меня родители Самые верующие Вот 10 лет уже Больше 10 лет я принимал Наркотик Ты себя убиваешь Говорит Ну придет то время Когда ты в показе Действительно Ты Примешь Иисуса Христа В своем сердце Вот настало это время Сейчас я тут И сейчас я вижу Что Те люди Которые тут находятся Они действительно Забожденные От этого В подвале Мы тебя снимали Ты такой худой был Да Это очень Я с каждым днем Все удивляюсь Больше и больше На самом деле Господь есть Очень здорово Помогает И это наша детская площадка Это дети тех Которые прошли реабилитацию И вышли замуж Поженились Стали работниками Центра И так далее И мы уже Встали Перед такой дилеммой Что нам нужно Строить детский садик Привет, Валера Привет, Валера Привет Как дела? Отлично В прошлом Я 16 лет Там кололся Бухал И всеми такими делами Занимался Сколько ты уже работаешь Являешься работником Центра Как долго? Три года Будет три года В этом месяце Ну и как Ты счастлив? Я счастлив Потому что Я имею Теперь другую жизнь Новую жизнь Еще этой весной Здесь была целина И мы Просто вспахали Эту целину И посадили картошку Около Трех-четырех гектаров Картошки Мы имеем лицензию На промышленный Отлов рыбы В Финском заливе Нам выделили Вот это место И в этом нам Очень сильно Поспособствовали Местные власти Которые прекрасно Понимают Остроту Этой проблемы Наркомании Сегодня Твердо уповал Я на Господа Он извлек меня Из страшного рва И тенистого болота Мы видим Руку Божию Во всем творении Его Да прославится Его имя Вовек Меня зовут Оля Мне 30 лет 14 лет Я была зависима От наркотиков И употребляла Их каждый день В связи с этим У меня были Всякие болезни У меня был Рак крови У меня лопались вены Были всякие Желудочные Маточные Кровотечения Все которые Только могут быть Я лежала в больнице Была при смерти И после этого Я встретила Верующих людей Которые рассказали Мне об Иисусе Они сказали мне Что он может Исцелить И освободить И он сделал это Сейчас вы видите Меня абсолютно здоровую Я не имею Никакой зависимости У меня хорошее здоровье И больше того Бог восстановил Мою жизнь У меня чудесный муж И сейчас мы вместе с ним Работаем в реабилитационном центре Для алкоголиков И наркоманов И мы посвятили Свою жизнь Господу Меня зовут Ирина Мне 23 года С 15 лет Я употребляла Самый сильный наркотик Опиум Но в феврале 96 года Я познакомилась С ребятами Из реабилитационного центра Новая жизнь Которые привезли меня сюда И здесь благодаря Господу Богу По июль месяц Я была на реабилитации Я прошла полный курс Теперь я полностью Освободилась от наркотиков Чувствую себя Абсолютно здоровым человеком По сравнению с тем Что было Это просто фантастика Это только благодаря Господу нашему Иисусу Христу Слава Ему За все что он делал Меня зовут Араик Мне 30 лет В течение 6 лет Я имел наркотическую зависимость Я потреблял технических героин Три раза я пытался В величице Наркологических диспансерах Но это все было безуспешно Сколько тебе лет? Дима Меня зовут Лена Мне 21 год 4 года я употребляла наркотики Я пошла полный курс реабилитации И сейчас со мной все хорошо Я не имею зависимости от наркотиков 16 Меня зовут Лена Сулаева 16 лет я употребляла наркотики Я был зависим от алкоголя От травы В 16 лет меня посадили Там в колонии за несколько месяцев Перед освобождением Я покаялся Выкинул сигареты Вылил браж Это чудесно Жить со Христом Я с Мурманска С России сам приехал Ну и образ жизни Мой был Родители неверующие У меня был Хороший друг Это в 90-м году Я приехал сюда А он жил в лесу Он выкопал яму Себе Сделал землянку И жил в этой землянке И по вечерам Он выходил всего Чтобы где-то там Курочку взять себе Картошечки подкопать Ну такой образ жизни Пил Ну уже все Был потерян С велосипедом По тропинке Возле стовка Подходим Ну посидим Поговорим Он на Эдике Ну я предложил ему Сто грамм Он говорит Нет Эдике Я уверовал Я не буду Я так подумал Да Руслан Прекращай что-то Я же знаю тебя Он говорит Да не Вот серьезно У меня семья Шесть детей Жена Дом Я думаю Ну да До такой степени Что я допишу Этот Русланщик Меня отвез к себе домой Я выхожу А у него Что детский садик Дома Именно дети Набежали Сразу ко мне А он мне же говорит Уверю в Бога И все Душа Сорви повязку С глаз Страдать И мучиться Не надо Христос Стоит С тобою Рядом И говорит Тебе Сейчас Приди ко мне Со мною Будь Я твой Покой И сцеление Я счастье Я спасение Я жизнь Я истина Я путь Перед нами Пролягла Дивна ця життя Дорога И Відкрилась нам Вона Свитом Лагідным Чудовим Повсилає нам Свої Радущі Але і тривоги Напрямки два У житті З Богом Жити Чи без Бога Молодість Юність Прекрасні роки Хай будуть Тільки для Бога Дерево Чудові І Тобто Більше Стало В Дорожжи Жизню Особым Даром Божьим Посвяти Йо на служення Богу людям. Где трудно дышится, где горе слышится, там нужен ты. Спасай обреченных на заклание. Цветы должны цвести и вянуть, ходить по небу облака, и наша жизнь не наслажденье, она порою нелегка. И не томись напрасной думой, живи и верь, что нужно жить. Создавший нас вернее знает, чему все в жизни так должно быть. Осень. Пара раздумий и воспоминаний. Размышления о твоей жизни. Для чего ты живешь? Не напрасно ли ты прожил свою жизнь? Вопросы, вопросы, вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok